Невыполнимое условие. Данная ошибка допускается, когда в рассуждения, в требования или в условия соглашения включен заведомо невыполнимый элемент, который делает бессмысленным все построение. Мол, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Ну, или, говоря словами поэта, «Исхитрись ко мне добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть». Классическим примером этой ошибки может служить античный парадокс Иватла. Некто Иватл брал уроки судебной практики у протагора, пообещав заплатить тому щедрый гонорар в случае, если выиграет свое первое дело. Однако ни заниматься судебной практикой, ни, соответственно, платить он не собирался, и рассерженный учитель пригрозил ученику судом, заявляя, что заплатить он будет должен в любом случае, либо по условиям договора, если выиграет дело, либо по решению суда, если проиграет. «Ничего подобного», — ответил Иватл. «Если я проиграю свой первый процесс, то не стану платить согласно договору, а если выиграю, то по решению суда». Более свежим примером является история, получившая название «Бродобре Рассела». Хотя сам Бертран Рассел писал, что позаимствовал ее из народной загадки. Ну что ж, происхождение названию парадоксов не может не быть парадоксальным. Представьте, по окончании бесплатной элитной школы Бродобреев вас, согласно контракту, посылают на отработку в дальний поселок с обязательством брить всех, кто не бреется сам и только их. Срок отработки всего месяц. В случае же несоблюдения условий договора, вы будете вынуждены возместить полную стоимость обучения, еще и заплатить огромную неустойку. И вот теперь встает вопрос. Будете ли вы брить себя? Если да, то вы бреетесь сами и согласно условию контракта брить себя не имеете права. Если же вы себя не бреете, то по контракту обязаны себя брить. В наши же дни более распространено обозначение этой ошибки как «Уловка-22» по названию культового романа американского писателя Джозефа Хеллера. Его главный герой, американский летчик армянского происхождения Ясарян, несущий службу в Италии во время Второй мировой войны, давно превысил положенное количество боевых вылетов. Но командование отказывается увольнять его на этом основании. Ясариону, как значит его имя по англоязычным документам, приходится искать другие возможности. И вот он узнает, что официальной причиной для отстроения от полетов может быть сумасшествие. И это вполне вписывается в контекст творящегося вокруг безумия. Однако для освобождения от воинской обязанности необходим подать рапорт с обознаванием причины. Согласно же руководящей инструкции под названием «Уловка-22» заявление о собственном безумии с целью освободиться от военной службы является свидетельством здравомыслия и, следовательно, поводом отклонить прощение. «Уловка-22» – любимый трюк составления юридических и страховых договоров. Причем нередко ключевые условия прописываются микроскопическим шрифтом, чтобы создавалось впечатление, что это малозначимые ссылки чисто технического характера. Потому эту хитрость нередко так и называют мелкий шрифт – fine print. Так что в следующий раз не поленитесь пересчитать мелко напечатанные параграфы договора, прежде чем подписать его. Не исключено, что в них-то и вся загвоздка.